Савловня пострадала от града, дырки Вот кому интересна разница между сеянцами и корневыми черенками Вот сеянцы Какая разница? Разница в том, что для сеянцы это конец февраля, начало марта Берете стаканчики, покупаете грунт, сеете, поливаете Это все где-то должно стоять на солнце, в тепле Короче, тратите кучу времени И в мае высаживаете После первого дождя или града Или дождя с градом Получаете вот это Это самые мощные растения Потому что не такие мощные и хорошие растения Они уже давно похоронены под слоем песка и грязи Вот это сеянцы С которыми нужно тратить время Мучиться, переживать, работать с конца февраля Там один хороший сильный дождь Или дождь с градом И имеем вот такой вот результат Говоря о том, что нужно участок обрабатывать Спахать, спахать, их полоть И так далее Уйма работы Результат Ну Результат прямо скажем Так себе Кое-где самые-самые сильные Еще растут В это время Вот так растут Корневые черенки Участок не обрабатывается Не пахался В конце апреля Под сапку Высаживаются куски корня Павловни Примерно с палец величиной После того же дождя После того же града Вот они стоят Зимой Никто за ним не бегал Не поливал Не притенял Не освещал Просто В апреле Высаживаны под сапку По необработанному грунту Через определенные расстояния Корни павловни Чувствуют себя прекрасно Более мощные Нежели сеянцы И осенью Будут похожи на второгодок И так далее Теперь можно сравнить С сеянцем Где вот они Нужно их еще найти Вот Один Вот второй Кроме всяких Мышений Связанных с саповкой Обработкой Теперь нужно еще и Стимулятором роста Их обрабатывать Потом распушивать грунт И опять еще раз Один саповать Иначе Все что осталось Не будет и того Да Их можно спасти Они будут жить Вырастут деревья Но количество труда Которое вложено сюда И количество труда Которое вложено Вот сюда Просто Просто несравнимо Ну и результат тот же Даже лучше Вместе растут С татарским кленом Татарский клен Сходы татарского клена Татарским кленом Никто ничего не пашет И Также кастаны Кастаны От града пострадали Немного Листья побило Конечно Кастаны Ничего Будут жить Ну и естественно Липы Липы Вообще Все ни по чем В общем Вот такая разница Между Павловней И Корневого Черенка Вот они Мощные побеги Просто В обычную землю Под сапку Кусок корня Как палец Размером И Раз в месяц Нужно Конечно Вокруг Оборвать траву Даже Если будет мороз Там что-то сильное Такое Пожар Град Смерч Она все равно Отрастет С корня Над этой же Нужно будет еще Очень-очень Попотеть Где вот она Картошка И то Зашла Прошлогоднее Так Вот она Смерта Будут Двухметровые Павловни К осени Два метра Может даже Больше Но Труд Вложенный Сюда Это просто Какая-то Катастрофа И так Постоянно С сеянцами Постоянно То Залило Нужно спасать Сушить То Засуха Нужно Спасать Поливать Какие-то Проблемы Вот здесь Все проблемы Она решает Сама Залило Заморозило Сожгло Она отрастает С корней Как будто Ни в чем Не бывало Так что Каждому Решать Саму Как Садить Павловни Можно Конечно Садить Черенками Древесными Ветками Ну Вот У меня Есть Экспериментальный Черенок Вот Тут Вот Он Растет Но Танцев С бубнами Здесь Еще больше Чем С сеянцами Это Если вырастить Так Один Два Много Не получится Потому Что Здесь Нужно Танцевать Ого Далеко Не каждый Приживется Очень далеко Не каждый Еще раз Корневой Вот Такая Разница Кому Было Интересно Продолжение следует Продолжение следует...